Всем добрый вечер. Я вас приветствую на наш семинар. Он называется у меня «Штатное расписание утверждения изменения», то есть удаление штатного расписания. Но в нашей программе один из «Зарплаты управления персоналом». Ну, немножко несколько слов, кто впервые у нас в центре специалистов. Наш центр существует более 26 лет. То есть у нас есть несколько форматов обучения. То есть это вот очная, когда вы занимаетесь в группе. Я очень несколько слов скажу. Очная, заочная, когда на сайте это выделено просто в зеленый цвет. Это скидка 40%. И открытое обучение, когда вы у меня, то есть занимаетесь по записи и слушаете просто записи, делаете все то же самое. Ну, сидите за двумя компьютерами. Ну, немножко о себе. У меня высшее экономическое образование. В области бухгалтерского учета я проработала более 20 лет. В должности главного бухгалтера 8 лет. Ну, а последние 16 лет я работаю в педагогике. В основном это было высшее образование дневное, заочное, дистанционное. Специалист я работаю с 2009 года. Ну, основные курсы – это, конечно, бухгалтерский учет, теория и практика, которые я выпустила более 6 тысяч специалистов. И вот мечта, наверное, моих специалистов была, то есть чтобы я вела 1С. И поэтому седьмой год меня, конечно, загружает по направлению 1С. И ваш курс, он как раз попал, то есть именно под мое просто руководство. То есть, ну, а сам семинар «Штатное расписание», то есть я для того, что создала, чтобы вы познакомились с программой курса «Зарплата управления», но вот кадрового учета. Ну, а продолжительность у нас с вами 45 минут или 1 час академический. То есть сам курс «Кадровый учет», он предназначен, конечно, для специалистов по кадрам, но так как в последнее время, то есть идут именно объединения, то есть и зарплата плюс кадровый учет, поэтому, наверное, его интересен абсолютно всем. Но продолжительность курса – это всего 16 часов. Самостоятельная работа есть, но в ней урочная, до занятий или после занятий, или прочитывание, то есть учебного пособия, то есть теоретического материала, поэтому плюсы такие, как бы по изучению просто есть. Ну, а я немножко пробегу, то есть очень кратко, по программе курса, что изучается в данном курсе. База у нас с вами нулевая. Вы настраиваете параметры учета, заполняете справочники подразделения, должности, графики, то есть работы, в том числе и совместителей. Потом вы переходите в штатное расписание, вот то, что я буду показывать, может, это первый модуль, то есть у меня уже заполненный будет, и вы после штатного расписания, то есть заполняете сведения сотрудникам. Но в последних курсах, то есть наш разработчик Елена Валерьевна, она сделала так, на небольшой, наверное, плюс для нас, она частично заполнила нам сотрудников, и нам остается остальную часть только до заполнить. Поэтому плюсы есть, хотя я всегда считаю, что это работа кадрового сотрудника, здесь очень хорошо, он набивать должен просто себе просто руку в курсе. Затем прием на работу, кадровые переводы, приказы на совмещение, увольнение. Затем в третьем модуле это договор подряда или ГПХ гражданско-правового характера. В графике отпусков ежегодный вам перенос отпуска, начальные остатки отпуска по уходу за ребенком, возврат из отпуска и отпуск без сохранения заработной платы. И на последнем модулю, то есть это рассматривается командировка неявки, больничные листы, приказы выходные и праздничные, приказы сверхурочной работы, отгулы, воинский учет, и немножко, то есть именно произвольных отчетов, то есть как делается кадровыми сотрудниками. Но цель курса научиться, конечно, работать с программой, с документами, зарплатой, управлением персоналом. Целевая аудитория, я уже сказала, это в основном специалисты кадровой службы, ну, может быть, менеджеры, технические специалисты, и бывает, то есть расчетная группа, то есть именно бухгалтерия. Приобретаемые навыки, то есть вы работаете со справочниками, регистрируете кадровые документы и формируете просто отчетность. Можно. Предварительная подготовка мне, конечно, нужна по этому курсу. Кадровая работа в современной организации. Ну, вот я, может, в начале, может, в конце вы стараетесь уже отключиться, поэтому у меня здесь будут в июне две группы по кадровому учету, поэтому я решила вас сразу пригласить. Первая группа – это вечерняя, 22 июня, прямо на этой же неделе. То есть будет это 4 дня подряд, то есть они будут заниматься 16 часов. И вот есть группа очного обучения 23 июня, суббота. Потом это попадает в августе уже в открытое обучение, поэтому в августе, 23 августа вы можете, то есть это уже попасть в группу только открытого обучения. Ну, и по окончанию курса, если вы сдаёте документы, то есть что вы закончили среднепрофессиональное обучение или высшее, то тогда удостоверение повышения квалификации. Если мы с вами не сдаём документов, тогда свидетельства. В электронном виде вы у меня можете все получить свидетельства, на сертификат на иностранном языке, но только в электронном виде, то есть по окончанию просто самого курса. Ну, вот несколько слов, то, что я бы хотела, то есть в начале вам презентации. Ну, а теперь я перейду в программу. То есть частично я уже сказала, она у меня будет сейчас заполнена. То есть, но я вам напомню просто путь, особенно кто первый раз, знакомится всё-таки программой. В начале вы идёте. То есть настройка, просто проходите реквизиты организации. Это ваш путь, который вы должны просто себя проверить. А правильно ли у вас в программе всё заполнено. Нужно пройти абсолютно все закладочки. То есть чтобы было заполнено, ну, лучше всего, так как курс всё-таки предназначен для кадровых работников, в том настройке у меня прошли бухгалтера расчётной группы. Потому что у них настройка построена более полнее, поэтому в этом плане, то есть у них будет больше подключено документов. Второй этап, то, что вы мне должны сделать, занести подразделения. Они у меня занесённые, но как только вы заходите ещё раз, вы ставите галочку «Показывать новое». И они у вас здесь просто появляются сразу. Особенно если вы их до этого момента не выбирали, не забывайте, вот этот элемент нужно обязательно его подключить, чтобы в «Атак» можно замести ещё дополнительные подразделения. Следующий элемент, то есть вашим этапом, будет «Должности». И напомню ещё раз, когда вы заходите к классификаторам, не забывайте просто, выделяете наименование, список, и по быстрому поиску просто уже находите, то есть тех, то есть именно ваших, то есть должностей, которые вам необходимы. Поэтому тогда они попадают у вас уже в ваш список, это «Должности». Ну и последнее перед штатным расписанием вам нужно проверить графики работы сотрудников. Я их занесла вам уже здесь, пятидневка, шестидневка, совместители. Но вы должны, то есть всегда, ну для себя просто помнить, что и сменные графики по работу вы заносите через «Изменить свойства графика». Это от этого зависит. Поэтому в этом плане графики – это основной элемент, и себя контролируйте, то есть именно в работе, чтобы у вас было всегда всё правильно, от вас будет зависеть просто начисление зарплаты в дальнейшем. Ну а теперь мы пойдём с вами в наш с вами семинар, то есть тему кадры, штатное расписание. То есть я не буду полностью его заполнять, но тем не менее покажу элементы. И заходим утвердить штатное расписание. Оно будет у меня не заполнено, потому что сама идея, она была в этом построена, чтобы вы могли посмотреть. Первое, что вы начинаете, начинаете с вашей шапочки до таблицы. Вы устанавливаете месяц, ну а я установлю с начала года, дата 1 января, и идёте через «Добавить позицию». Но прежде чем спускаетесь, напомню, проверьте ещё раз дату. Или потом, когда вы её исправляете, она обнуляет вам таблицу. Ну а я пойду через «Добавить позицию», чтобы немножко вам показать. Выбираем мы дирекцию, то есть нашего генерального директора, который у нас занесены. Проверили все графики, спускаетесь просто в таблицу. Говорите «Добавить», открывается ваше окно, выбираете по окладу. Ну я немножко увеличу, чтобы было просто хорошо видно. И где нолик, то есть у нас по условию просто курса, то есть у нашего, то есть именно директора 100 тысяч рублей. Всё, занесли. Если нужна дополнительная информация, тогда дополнительно. Зашли, то есть можно, конечно, не выбирать основной, можно выбирать, но тогда она вам пропишет, просто увеличен на плюс 128. Поэтому варианты здесь такие просто есть. Или везде выбираете, или нигде не выбираете. Теперь я добавлю следующую нашу с вами бухгалтерию. То есть у нас будет должность главной бухгалтерии. Пятидневка «Добавить». Оплата по окладу у нас с вами 75 тысяч рублей. И скажете «Окей». Появилась вторая строчка. Затем у вас идут бухгалтера. То есть бухгалтерию выбрали, должность бухгалтер. Затем, то есть у них у нас с вами три ставки, доходите до количества, то есть именно трех, то есть устанавливаете. И спускаетесь не из табличку, говорите «Оплата по окладу». Ну и по условию у нас наших бухгалтеров 45 тысяч рублей. И тоже скажем «Окей». Появилась у вас третья строчка. Затем, то есть мне нужен отдел кадров, поэтому я возьму отдел кадров. Должность у нас специалист по кадрам. И у нас будет две штатные единицы. Добавить оплата по окладу. То есть и ставка у нас 40 тысяч рублей. И тоже, как видите, то есть это не так уж сложно. Главное, что в этот момент вас никто, вас не отвлекал. А теперь вот у меня как бы есть сотрудники, которые в дальнейшем будут по совмещению работать. Вот он у меня поваром в столовой будет работать. Я выберу сейчас повар. И в этом случае, еще раз, то есть напомним, он что-то уже знает, график работы не выбирается. То есть поэтому вот если у вас есть почасовые оплаты, допустим, вариант, или вариант, что вы в будущем вы точно знаете, что он будет совместитель, я вам советую, график работы не выбирайте. А когда будете принимать на работу, вот тогда вы будете их просто выбирать. И программа уже будет вам рассчитывать. А теперь добавить. И так как я заранее знаю, что у меня будет, то есть почасовая оплата совместителем, мне обязательно нужно выбрать оплата по окладу по часам. И устанавливать просто оклад. Ну, в данном случае у наших повара 30 тысяч рублей. Заполнили. И скажем окей. Только не забывайте, почасовая всегда по часам, чтобы программа потом автоматически вам рассчитывала просто заработную плату. Количество отработанного времени и количество просто 100. Появился у меня повар. Ну, вот если я вам прокрутку продвину, видите, график работы у меня не будет заполнен. Теперь я скажу добавить. Тот же принцип у меня, то есть у водителя. Подразделение гараж, должность водитель. Так как он у меня будет совместителем работать, а я знаю это, допустим, заранее, я график работы выбирать не буду. Добавить. Опять же по часам выбираете. Ну, и оклад 40 тысяч рублей расставляете. И скажете окей. Появится еще одна строчка. Еще одна особенность при первом заполнении, это когда у вас сменная работа. Поэтому я скажу добавить. У меня, то есть будет торговый зал, который у меня уже занесен. Должность менеджера в торговле. График работы я, опять же, выбирать не буду. Почему не буду выбирать? Потому что менеджеров у меня несколько, то есть человек в смену работать будут. И количество ставок я здесь вам сразу вот здесь увеличила, то есть 4. То есть, значит, количество, в зависимости, какую смену они будут работать, потом будете при приеме просто уже выбирать график. Добавить. Ну, сейчас выберу по окладу. И его ставка 28 тысяч рублей. Ну, если дополнительные, допустим, отпуска, не забывайте, если есть какие-то особенности, вы тогда выбирайте. Ну, еще одна наша с вами элемент, нам нужен еще два. Это у нас охрана. Должность у него сутки трое. То есть, у охранник, то есть, да, у нас специалист. Ну, график работы я сутки трое не буду выбирать, потому что у меня, опять же, посменно. Поэтому мне нужно, если посменная работа, тоже график не выбирать. Это тоже такая вот особенность. И у нас будет на нашем с вами штате числится 4 сотрудника. Мы скажем добавить оплата по окладу. И у него будет 20 тысяч рублей. Ну, и скажем окей. Ну, и в дополнение, так как я в дополнение курса, то есть, делаю именно одного работника, чтобы мы удалили его. Поэтому добавить. И у меня есть основной цех в специальном дополнении курсу. И должность просто рабочая. Ну, у него пятидневка. Одна ставка для того, чтобы вам показать удаление. И я скажу добавить оплата по окладу. И 15 тысяч рублей. Ну, и скажем, то есть, окей. Вот у нас получилось здесь, как бы, 19 ставочек. 697 тысяч. Я не все стала, то есть, выбирать. Но, тем не менее, то есть, всегда помните. Прежде чем выйти из первого штатного, проверьте его. Обязательно, правильно ли у вас все заполнилось. На этом этапе вы можете просто еще исправить. То есть, потом уже будет просто труднее. Если все, то есть, у вас правильно, значит, говорите провести. Она вам его проведет, программа. И здесь же, где печатная форма, у вас есть два документа. Приказ о подтверждении. И вы его можете создать и распечатать. И он уже готовый будет у вас. И здесь же печать у нас штатное расписание Т3. И он у нас с вами, он, видите, будет уже номер, количество ставок, сумма. То есть, прописано, если будут надбавки. И вы настройки прошли, значит, появятся и надбавки здесь у нас с вами. Ну, вот здесь вот, когда вы из документа получаете, конечно, здесь есть номер и дата составления. Потому что сейчас вот я вам другой документ буду показывать. То есть, вы увидите, что там номера точно нет. И провести и закрыть. И еще вот один элемент всегда помните. Что вот на первой страничке будет самое последнее штатное расписание. Иногда бывают вот такие ошибки. То есть, ну, у меня в группах, у вас может быть практики. И вы, допустим, зашли в вид списка, сказали иерархически. И если я закрою заново, зайду кадры, штатное расписание, у меня все равно останется. И как бы должностей у меня все равно отсутствует. Поэтому можно просто сказать, вид списка одноуровневый. И ваша должность уже здесь появится. Печатная форма здесь можно отсюда получить. Но она всегда будет последней формой, которую вы создавали. Потому что вот сейчас я открою, она откроет мне на сегодняшнюю дату, нашу 18 июня. То есть, именно форму. Ну, иногда, то есть, не всегда сразу на это открывает. Но так как я выходила из документов. Он у меня вот, видите, уже создан. Видите, 18 июня как раз. Номер придется исправлять вручную. Как исправляется в любом печатном форме. Просто вот кнопочка «Еще» – это считается самый быстрый такой путь. Здесь у вас есть таблица. И редактирование. И вы можете уже исправлять там хоть все строчки. Первая, там, 01, 01, 18 год. Исправили на печатную форму. Здесь же можете, вот видите, сохранить. То есть, именно где-то в компьютере. Здесь же распечатать. Но в базе, то есть, будет без номера. Поэтому элементы, они присутствуют. Второй вариант. То есть, еще где можно получить штатное расписание. Это, то есть, в отчетах. Кадры. То есть, у нас с вами кадровые отчеты. Вот здесь кадровые отчеты. Вы открываете. И находите вот по первой просто колонке. Там начинается, видите, штатное расписание под раздел в отчетах. И идет штатное расписание Т3. Ставите дату, которую вы установили. Вашу организацию. Орион. Добавить только через изменение. Вот то, что вы у меня пишете. Создавать новое штатное. То есть, на 16-й год. То есть, ну, вот можно с 18-го начать. Или тогда придется корректировать все года наши. То есть, поэтому, как бы, вы можете сделать изменение. Или сделать, как утверждение, нового штатного расписания. То есть, как бы, если нужно, вот, чтобы оно у вас было создано в базе, значит, сделайте, как новое штатное расписание, оно у вас будет. И сформировать, и возьмите печатную форму. И вот видите, тоже вариант, то есть, который, видите, оно без номера и без даты. Ну, на первое, да, января, потому что я верху ему поставила. То есть, есть еще второй путь исправления просто документов. Это вот верху элемент. элемент, то есть, главное меню, то есть, стрелочка. Но таблицы, видите, нету. Потому что я не выделала любую учейку. А как только я выделяю любую учейку, здесь, видите, строчка появляется. Таблица, вид, редактирование. И вы можете уже редактировать любой документ, который вам нужно. Так, ну, вот это у нас с вами штатное расписание, которое вы создавали. Если необходимо, то есть, как бы его отредактировать. Поэтому кадры штатное расписание, не забывайте, список через ссылку документы, изменившие штатное расписание. Если вы сейчас зайдете, оно еще не утверждено, потому что я вторую еще не делала штатное. И то есть, какие-то элементы вы можете просто все равно исправить на этом этапе. Ну, вот для примера я вот сейчас проведу. То есть, допустим, мне надо две штатные единицы, и она все равно проведет. Но если уже созданы строчки дополнительные, тогда уже, конечно, вариант достаточно серьезный. Вот сейчас у меня будет вариант изменения штатного расписания. То, что вы у меня спросили. И 1С, оно как бы советует просто. Если одна штатная единица, то идете через «Изменить текущее штатное расписание». Вот через эту нашу с вами ссылочку. И я захожу через нее. Ставлю дату, когда у вас меняется штатное расписание. Ну, допустим, в нашем случае, пускай 1 февраля. Дата – это когда вы заполняете это штатное расписание, специально отступлю от 28 января. То есть, если у нас это будет… А вот выходной как раз попался. То есть, проверили, с какого изменения. И вот здесь, видите, кнопочка есть «Изменить позицию». И вы ее просто нажимаете. И выбираете тот объект, который вам нужен. Ну, допустим, вариант опять же. Я возьму, допустим, водитель, мне нужен. Выделили она, превратится так в серенький такой цвет. И вы можете закрыть или закладку, или саму форму. Он попадет у вас в список. Видите, у меня строчка организовалась. А потом вы заходите именно сюда и меняете. Допустим, вам нужно, чтобы у вас увеличилось количество ставок. Другой вариант. Вам нужно, чтобы у вас увеличилась, то есть, именно у него зарплата. То есть, со 2 февраля. И вот она мне здесь написала, видите, увеличен, наклад плюс 5 тысяч рублей. Ну, в данном случае у меня, видите, информация здесь увеличенное количество и штатных единиц, и еще и фор. Видите, она мне прописывает сразу. Но, когда вы делаете изменения штатного расписания и скажете «Провести приказ о внесении изменения есть», ну, штатное расписание только через отчеты тогда можно получить. Или, допустим, другой вариант. Приказ, да, есть. Но она присвоит у меня номер один. Да, вот видите, изменения. Но я могу его получить вот именно отсюда. Вот видите, у меня там сейчас уже водители. То есть, именно как раз появилось три. Я могу просто сказать печать, сказать штатное расписание. Она мне сформирует уже, то есть, на именно день, который у меня есть. Ну, допустим, вот гараж. То есть, я поставила ему 45 тысяч. Вот видите, вся информация появилась в последнем штатном расписании. Поэтому всегда можно, то есть, как бы, изменения просто сделать на любой этап. Но, если вам все-таки, опять же, нужно посмотреть документы, идете вправо. Видите, у меня уже две строчки. И если я сейчас зайду в первую строчку, у меня уже отредактирования не разрешит. Видите, она мне пишет уже, документ недоступен для редактирования. Что для этого нужно, если мне нужно все-таки что-то исправить в первой строчке, это в любой строчке, которую вы хотите скорректировать. Просто нужно дойти до этой строчки и отменить все проведения, абсолютно все. И потом, как только вы заходите в эту строчку, видите, у меня уже ушла, то есть, это надпись редактирования. И я могу, то есть, уже редактировать то, что мне необходимо. То есть, поэтому в изменениях всегда можно это сделать. То есть, даже, как бы, ну, предыдущие года, вот как вы мне пишете, я бы, то есть, не советовала их заводить, потому что тогда вам, то есть, во-первых, 16-17, ну, ваши закрыты, лучше всего создать как новое штатное. Расписание взять, печатную форму, все там, то есть, отредактировать. Потому что 16-е, вы не забывайте, вот то, что вы мне пишете, 16-е, 17-е, зарплата-то, она уже, отчетность дана. Вы не можете внедрить в ту строчку именно и какие-то сделать исправления. Поэтому надо создать как новое штатное, отредактировать абсолютно все те года, которые вам нужны, если где-то идут недочеты просто. То есть, или где-то есть у вас, то есть, минусы. Или тогда вручную приходится гуглотерам просто это рассчитывать. Но есть другой вариант, то есть, изменение штатного расписания. Посмотрите, вот сейчас, видите, у меня здесь номер один и здесь номер один. Она как бы под это расписание будет создавать мне номера. То есть, а если вам нужно как новое штатное расписание, и вот 1С здесь советует просто, если меняется несколько штатных единиц, несколько штатных, тогда через новое утверждение штатного расписания, вот через этот элемент нужно пойти. И вы идете утвердить новое штатное расписание. И его открываете. Видите, она мне его восстановила. Я ставлю тот месяц, который мне нужен. И когда меняется месяц, видите, она меня спрашивает, продолжит редактирование. Вы ей говорите, да, просто. Она откроет вам месяц. Ну, я возьму апрель, то есть, так как у нас там февраль был. Она мне его поменяет. Видите, апрель. Дата, когда вы его создаете. Ну, давайте посмотрим календарь. Я возьму 31 марта. Ну, опять же, суббота, да, попала. 30 марта. Это не обязательно прям день в день. Но раз апрель, значит, будут изменения с 1 числа всегда. Видите, нету здесь даты. А только месяц. То есть вам нужно просто это исправить. Допустим, вариант. Главный бухгалтер вы меняете. Открываете двойным щелчком. И меняете ваше исправление. Допустим, у вас стало 78 тысяч рублей. У главного бухгалтера. По-новому штатному. Окей, скажете. Видите, синего цвета у меня стало. Затем, то есть, бухгалтер. Допустим, вариант. Вы еще раз меняете. Допустим, вариант. То есть, 50 тысяч рублей. Как бы у вас несколько штатных единиц изменяется. Просто заходите прямо в эту строчку. Ну, я возьму третий вариант повара. И у него поменялось 33 тысячи рублей. То есть, у него увеличен просто на 3 тысячи рублей. И скажете, окей. Ну, внизу у меня уже, видите, изменилось. Стала 21 ставка. И сумма 816 тысяч рублей. Ну, везде, где вот я поменяла, он, видите, то есть, у меня все синенького цвета достанет. То есть, везде написано, увеличен вход. Если где-то меняются ставки, значит, сразу здесь же увеличиваете ставки. Но в этом плане, опять же, я должна все проверить, как кадровый, да, сотрудник. А потом только сказать, провести. И в печатной форме, так как это новое штатное расписание, у вас есть, опять же, приказ об утверждении. То есть, приложением как раз будет, да, то есть, наше штатное расписание. И здесь же, где печать штатное расписание, Т3. Но оно уже будет новое, расшифровки пока нет, потому что мы их еще не принимали на работу, то есть, наших сотрудников. Поэтому их пока здесь они отсутствуют. Ну, а так вот вариант, если есть, нужно заранее. Здесь вот есть, то есть, подписи. Можно, конечно, выбрать, но у нас с вами, то есть, не принято еще на сотрудника, она все равно не найдет, то есть, вариант. Поэтому на примере штатного расписания, вот все расшифровки, сразу скажу, может, я сегодня вам это не покажу, то есть, может, у меня не приняты на работу сотрудники. То есть, расшифровки появляются после ответственной лица. То есть, когда вы их проходите, ответственные лица выбираете, здесь сразу с этого момента появится расшифровка. А на, допустим, примере штатного расписания, конечно, она еще будет у вас здесь, конечно, отсутствовать. Ну, вот такой вариант, то есть, утверждение. Но у меня номер сейчас, видите, два. Я скажу сейчас провести и закрыть. И если все-таки, ну, все равно штатное расписание, оно составляется на первое число, то есть, года, но если вам все-таки хочется, чтобы нумерация, она у вас была, то есть, именно утвержденная, я бы так даже одного сотрудника делала через утверждение нового штатного расписания. Но все равно, то есть, оно присваивается в начале года, а все остальное должно быть как бы изменение. Но все будет подключаться по циферку, допустим, 1 или 2. То есть, и, соответственно, то есть, когда вы создадите утверждение нового штатного расписания, тогда присвоится номер 2. А так как бы исправить, да, можно, и в номерах тоже можно исправить, если это вам необходимо просто в базе. Ну, вот это на тот случай, если у нас с вами несколько штатных расписаний, и всегда помните, не всегда программа вот очень быстро так устанавливает вам все ссылки здесь. Поэтому если вы видите, что у вас всего две ссылки, нужно просто закрыть штатное расписание и заново зайти, кадры, штатное расписание. Пока не появится у вас все четыре штата, то есть ссылочки. Потому что идут всегда через изменения или утверждения нового. Нужно первое открыть, утвердившее последнее, то есть она вам его откроет через новое. И она у вас будет просто всегда. Это вот на тот случай, если когда у вас изменение штатного расписания. Ну, так как программу курса я просто сама включила в своих группах удаление, я вам как раз покажу, как делается удаление. И зайду заново, кадры, штатное расписание. Удаление в основном все равно производится через изменить текущее штатное расписание. Вы его открываете. Дата изменения, когда вы меняете. Ну, давайте я возьму теперь 1 мая. Дата нужно одинаковую. 1 мая, это не обязательно, что, допустим, раньше. Но всегда помните, что дата, когда вы составляете документ. А дата изменения, с какого момента она у вас меняется. И если вы удаляете штатного расписания, должен быть у вас звук. То есть вы говорите закрыть позицию. Просто вот здесь закрыть кнопочка позицию. Она открывает вам список. И вы выбираете того, то есть именно сотрудника, который вам нужен просто. Ну, в данном случае я специально в программе курса завожу дополнение рабочее. Я его выберу. Под двойным щелчком. Видите, он в серенький цвет у меня сейчас превратился. И вы закрываете окно. И он превратится у вас в красный цвет. То есть поэтому не пугайтесь. В программе, когда вы это удаляете просто. Когда вы выбрали и закрываете эту позицию, то она будет всегда у вас красного цвета. А потом только говорите провести. Но она мне сейчас присвоит, видите, номер 2 из этого элемента. Но приказа у меня будет только приказ о внесении изменений. И вы его открываете. То есть вы смотрите, то есть какие элементы. То есть у вас только приказ. Он, видите, включите штатного расписания, основной цех. То есть со следующим штатным составом. То есть они здесь у вас будут прописаны. Провести и закрыть после этого. И она, видите, моего рабочего удалила из списка. На первой строчке просто. Видите, ее нету. Если нужно посмотреть, допустим, все штатные расписания, лучше пойти в отчеты. Поэтому можно пойти заново в кадры. То есть кадровые отчеты. Находите, опять же, штатное расписание. Ну, так как я вот, допустим, меняла на 1 апреля, я поставлю 1 апреля изменений. То есть и мои, вон, видите, сотрудники в том числе. Ну, вот отчет, то есть создан. Вон, видите, главный бухгалтер, потому что я меняла, и повар, они здесь появились. А так как удаление я делала 1 мая, я напишу 1 мая ей. То есть создать. И у меня из списка, видите, то есть рабочие уже исчезают. Построить можно. Но вот здесь нету номера, поэтому приходится просто редактировать. Поэтому всегда помните, быстрее всего, конечно, через еще, я не спорю. То есть таблица, редактирование, номер, допустим, у вас 2, как изменение идет, и дата, когда вы меняете. То есть ваша штатная как бы дата, то есть можно. Здесь же можно изменить, то есть и наши с вами расшифровки просто. То есть, допустим, на этом моменте вам нужно очень, значит, здесь появится, вам очень быстро нужно Иванов, там Петр Петрович, что у вас в приеме на работу, и ваш главный бухгалтер. То есть и вручную можно всегда. Но в базе останется, конечно, без расшифровок. Это вот на тот случай, то есть когда, то есть вам, я еще в отчеты вернусь, то есть вам нужно, допустим, удаление, то есть объектов. Ну, а наш список, он, видите, увеличивается. Кадры, штатное расписание, вот раз вы задавали вопрос, погода, то есть тогда нужно вправо. Посмотрите, какие же у вас штатные расписания, то есть заполненные просто в базе. То есть только через список можно увидеть. А так вы его не увидите, то есть на первой страничке у вас всегда будет последнее штатное расписание. Если вы открыть утвердевшее, то есть это будет последним вариантом. Если вы через новое, это уже новое создается. Изменить она будет создавать новое, то есть изменения по штатному расписанию. Поэтому весь список – документы, изменившие в штатном расписании. Теперь по поводу, то есть именно индексации. Конечно, элементы, они есть разные, но самый лучший вариант, это мое мнение, это вот когда, то есть вы идете через раздел кадров, и вот где штатное расписание, можно вот, видите, через изменения попасть. Здесь должна появиться строчка, индексация. Но в данном случае, видите, ее нет. Значит, вы идете, настройка, настройка навигации, находите, то есть ваш просто элемент, который вам нужен, и вы хотите очень добавить. И у меня вот появилась строчка. Но если вы ее не находите, значит, в настройках у вас не проставлена индексация заработной платы. Поэтому я вам просто сразу покажу. Настройка, значит, идете, расчет зарплаты, если вы ее не нашли. И смотрите, а проставлена ли у меня галочка индексация заработка сотрудника. Нужно вот здесь галочку просто ее поставить. С этого момента она там появится. Потому что, то есть настройка по заработной плате, она очень главная. Если что-то отсутствует, значит, отсутствует сам документ, и вы никогда его в базе не найдете. И поэтому, ну, даже вот вариант, я вот сейчас сниму, то есть индексацию. Специально вам покажу. Если я вернусь в мои кадры, зайду в настройку, настройка навигации, спускаюсь просто вниз, видите, у меня нет индексации. Она у меня отсутствует сразу. И внутри базы вы никакого документа этого уже не найдете никогда. Поэтому в этом как бы особенность. Все зависит от настроек. Не находите какой-то документ, вина, настройка. И в большей степени не кадровый учет, а расчет зарплаты. Это от этого зависит. И просто просмотрели, а что же мне нужно поставить. А мне нужна индексация. Нужны займы, значит, займы проставили. Но это еще не все в настройках. Еще один элемент, это вот эта синенькая ссылочка. Настройка состава начисления удержания. И нужно просто пройти все ваши закладки. Все ли настройки вашей базы включены, то есть бухгалтера. Нужно их просто пройти. То есть все ли у вас, то есть проставлено. Тогда будет все правильно. А потом только применить и закрыть скажете. И она, то есть все настройки ваши будет использовать. Ну, а теперь вот я сделаю то, что я вам предложила. Кадры, настройка навигации. Открываю, то есть просто-напросто мое штатное расписание. У меня, видите, восстановилась индексация. И чтобы за меня на панели навигации она появилась, что я должна сделать путь. Вы выделяете эту строчку. Это в любом документе можно так сделать. Добавить. Она вам, то есть, поставила именно индексацию вправо. И внизу окей. И с этого момента у меня появилась индексация штатного расписания. Надо ее сделать как избранная, значит, выделим. Избранная, не забывайте, он очень удобный в работе. Особенно, когда вы впервые начинаете просто с ней работать. Потому что, видите, то есть в панели инструментов здесь тоже есть звездочка, как избранная. Вы нажимаете, вот то, что я уже отмечала, как избранная, оно у меня здесь есть. И я могу попасть отсюда. Ну, вот видите, индексация. Или, допустим, я бы путь сделала кадры, индексация, и все равно сюда же попала. И на первом этапе может быть избранная на самый лучший вариант. А потом вы уже будете однозначно очень уникально в этом разбираться. Ну, а я скажу создать. Здесь вот у нас с вами месяц. Ну, давайте возьмем, скажем, да ей так же. Вот ведь когда она спрашивает, вам продолжит редактировать, не бойтесь, говорите ей да. Ну, а мы давайте поставим, допустим, они у нас августа будут индексироваться. Такой праздник у нас с вами наступит. Август. Затем дата, когда вы заполняете этот документ. Ну, я возьму 1 августа. Ну, здесь же, вон, видите, вариант можно использовать для военнослужащих. То есть, и вот здесь видите коэффициент индексации? Потому что этот документ, он, ну, считается все равно лучшим. И вы говорите ей, что у вас 30% индексации. Ну, то есть, вот коэффициент 1,3. И как только, то есть, я выйду с этой ячейки, она мне все пересчитает. Видите, она мне все пересчитала. Что было, вон, видите, то есть. И что стало. Ну, вот по генеральному директору, обратите внимание, было 100 тысяч, 30% 130 тысяч рублей. И он у вас уже готов. То есть, как только вы его опять же проверили, провести, то есть, именно печатной формы здесь нет. Видите, его нет. Ни через еще, видите, нету печати. Не кнопочки печати, поэтому в этом плане, то есть, конечно, этот вариант, он будет просто пока отсутствовать. И скажете, провести и закрыть. Но в зарплату он попадет. Но вначале вот для, то есть, именно бухгалтеров в расчетной группе. Первоначально делают кадровый сотрудник индексацию штатного расписания, потом индексация заработной платы. Поэтому вот эти элементы есть. Но есть в программе еще один элемент, который они завели недавно. Но он, я считаю, не сильно уникален. Почему? Потому что кадровому сотруднику у него нет доступа к зарплате. То есть, он может не осуществить, то есть, этот вариант. А вот через кадры, что индексацию они могут. И поэтому, а в чем смысл второго варианта? Просто кадры, изменить штатное расписание. Это вот через этот элемент. Ну, то есть, у меня здесь вот, допустим, изменение. Я, конечно, его не изменю. Внизу изменить начисление сотрудников. И если как бы вы его открываете, она вам открывает плановое начисление. Здесь вы уже, раз индексация у вас происходит, а вы изменили уже штатное расписание, она попадает в зарплату одновременно. Но этот путь, он просто у кадрового учета, он у меня на, то есть, доступ закрытый. И поэтому этот путь у меня кадровый сотрудник никогда не сделает. А вот саму индексацию, то, что я вам показала, он всегда может просто сделать. То есть, вот этот путь. И он, то есть, появлялся он уже давно, и он у них отработан. А там иногда бывают такие, то есть, не очень положительные элементы. То есть, где-то она заполняет, где-то не заполняет. То есть, поэтому в этом случае, то есть, он может быть у вас отсутствует. Поэтому лучше через этот вариант. Это как бы индексация варианта. Ну, а после того, как вы штатное расписание уже поработали, то есть, не забывайте, штатное расписание вот часто спрашивают, от чего зависят просто оклады. Ну, я могу вам сказать, от чего. Я в группе говорю, от чего. Зависит от того человека, кто его составляет, и как поддерживает руководитель его. Вот если руководитель поддерживает то, что он составил, я могу вам точно сказать. Здесь может появиться все, что угодно. Но если он скажет, нет, я не согласен. То есть, ставки сразу будут уменьшаться. А вообще, штатное расписание, не забывайте. Оно плановое. Оно составляется просто вперед всегда. И если вы знаете заранее, что вы создаете подразделения впереди, и вы уже их знаете, или, допустим, количество штатных единиц вы планируете, может, вот я могу сказать, бухгалтер у меня один в курсе, но я-то ставлю 300, значит, я, как я составляю штатное расписание, заранее знаю, что у меня впереди будут приняты еще бухгалтера. И то есть, я их буду принимать просто на работу. Поэтому в этом плане нужно всегда помнить, что штатное расписание у вас плановое единица. И не забывайте этот элемент для себя. Ну, вот еще один элемент, если его построим, потому что после того, как вы заносите это штатное расписание, вы идете просто прием на работу. И кадры сотрудники вот через этот путь принимаются на работу всегда. Вот кадры, сотрудники. То есть, какая-то часть у нас уже здесь заведена сейчас в базах, и поэтому какой-то путь здесь плюсовой идет. А так вот, ну, для варианта я просто покажу немножко путь. Создать, говорят, и берут, то есть, наименование. Ну, допустим, мне нужен директор. Иванов, то есть, Петр Петрович. Потому что я его должна первого принять на работу. Стоится дата рождения. Заносится все данные, потом идут вверх. Оформить документ. Видите, там прием на работу. И открывается просто другое окно. Вы говорите записать и продолжить. И она откроет просто ваш документ, то есть, именно приема на работу. И здесь вы уже принимаете. Дата 1 января. Дата приема 1 января. Только не забывайте, даты должны совпадать. Подать 6 месяцев у вас, у руководителя. И его подразделение. Видите, она трудовой кодекс сразу вам распечатала. То есть, и, соответственно, выдержку. Где он у вас работает? Дирекция. Генеральный директор. Появляется. Вот 100 тысяч она взяла из штатного расписания. То есть, что вы увидели. Внизу подписи. Это для унифицированной формы Т1. И поэтому, так как у меня руководитель, то есть Иванов, я его выберу сразу. Должность. Генеральный директор. А потом идете оплата труда. Если нужно что-то скорректировать в первой закладке, корректируется все во второй. Оплата труда. А потом заполняете только последнюю закладку. Трудовой договор. Но через кнопочку назначить. И дата, когда вы его принимаете на работу. И после этого только говорите провести. И идете в печатную форму. И здесь вот, видите, у меня есть приказы, трудовые договора. И вы его создаете. Вот он уже у меня будет создан. То есть, и вы отдаете, допустим, как кадровый сотрудник бухгалтерию. И говорите потом прием на работу. И в сотруднике нужно вот эти все ссылочки заполнить абсолютно. Все. Прежде чем, то есть, он будет принят на работу. А потом только записать и закрыть. Видите, он у меня сразу появился. Теперь вот для, то есть, для информации, может быть, нужно вам практики. Просто вот сотрудники, справочник, он очень уникальный. И в него, я почему вам и показала, то есть, путь директора, то есть, у него можно изменить форму. Вот видите, сейчас только имя, табельный номер, должность, дата приема, то есть, ну и состояние, дата возврата. И все. А можно добавить сюда информацию через кнопочку «Еще». И здесь есть «Изменить форму». Она у вас открывается, и вы можете поставить вид занятости, количество ставок, абсолютно все здесь, вот то, что заложено. Видите, там и подразделения, и тарифные ставки, вход можно с вами поставить. И скажете «Окей». А, ну, видите, она у меня у Иванова сейчас очень хорошо видна. У меня сразу, то есть, и количество ставок, и основное место работы, особенно, когда по совместителям очень хорошо видно. Потому что бывает сотрудник и внутренний совместитель, и штатник. И вам наглядно будет сразу видно, то есть, где он у вас в внутреннем совместительстве, и какая у него просто ставка. А кнопочка просто через «Еще» заполняется. Ну, а сами документы, то есть, именно, то есть, можно вот пойти в штатном расписании, где печать. И здесь вот в завершение я могу вам сказать, штатный мы уже посмотрели, вот здесь есть соблюдение штатного расписания, и она вам его построит. Ну, здесь вот очень хорошо, но здесь дата, видите, на сегодняшнюю дату. По должностям здесь же, и штатное расписание. Здесь же у вас в печатной форме есть анализ штатного расписания, вообще очень уникальный документ. Анализ, то есть, вы можете проанализировать, сколько у вас запланировано, сколько занято. Вот сейчас хорошо видно, Иванов у нас уже принят на работу. И то есть, где у нас с вами свободно. Но здесь опять же не все. Вот смотрите, где печать. Здесь вот анализ, начисление, оклады, и все. А самый лучший вариант все равно кадры, кадровые отчеты. Через этот путь. Видите, здесь сколько отчетов. Здесь у нас с вами есть и заполняемость штатного расписания, но здесь немножко по-другому заполняется. Дата актуальности, 1 января, допустим, проставили. Организацию Ориона и сказали сформировать. Потому что часть я вам показала, вот здесь вот, видите, заполняемость, заполненность штатного расписания. Здесь тоже есть, видите, колоночка, то есть свободно, тоже по нему можно ориентироваться. Затем здесь же вот есть, вот часто используют, то есть расстановку, вот штатная расстановка, потому что там в списке она отсутствовала. И вы ее открываете. Говорите произвольно, 1 января, организацию, также и ту дату, которая вам нужна, и скажете сформировать. И она у вас сформируется. Ну, а выглядит она вот таким образом, штатная расстановка. И тоже есть колоночка свободная. Так, ну, вот это наша с вами программа. Ну, а попробовать, то есть, если я выбрала только один элемент, только не забывайте, у вас в кадровом учете не должно быть 4 строчки, то есть это как бы демо-версия расценивается. У вас очень много документов здесь есть, и вы можете их все применять для себя. Поэтому в этом плане, то есть здесь вот очень уникальная потеря рабочего времени документов. Или, допустим, отсутствие сотрудника, вы можете их применять для себя. И то есть она вам покажет весь список, лаваш, весь период. Поэтому старайтесь, то есть использовать эти варианты. Ну, а я завершаю наш с вами семинар. Ну, и хотелось бы, чтобы вы у меня пришли. Вот пятница, суббота, ваш вариант очень хороший. То есть или потом только в открытом обучении. Так, ну и всем до свидания. Спасибо.